Друзья, всем большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал и смотрите это видео. Меня зовут Настя, я делаю видео про макияж и косметику. Друзья, сегодня видео может казаться, если вы давно на меня подписаны и смотрели мои предыдущие ролики, сегодня видео может казаться немного другим, так как у меня новая камера, и я пока не понимаю, как она реагирует на свет, как вообще она работает, так что, если что, вдруг напишите мне ваши впечатления, нравится вам это качество больше или меньше, и тогда я подумаю оставаться с ней или вернуться к предыдущей камере. Друзья, сегодня мы с вами разберем еще один вариант новогоднего макияжа. На этой неделе, по-моему, бьюти-блогер Джеклин Хилл, которую вы наверняка, если не смотрите, то уже знаете и слышали о ней, она выложила очень похожий образ, и я просто хотела вам рассказать, что я не была ее вдохновлена и не украла у нее идею, но просто макияж, он не то чтобы сильно креативный, и, наверное, наши мысли с ней просто сошлись в том, какой образ сделать. Так вот, чем этот образ хорош? Во-первых, он очень новогодний, потому что здесь использованы все присущие Новому году цвета. Это золотистый, зеленый и красный. Вообще, красные губы – это макияж, который на Новый год просто, мне кажется, классически всегда выглядит очень нарядно, при этом очень, правда, по-классическому и невызывающе. Во-вторых, на самом деле макияж глаз достаточно нейтральный, за исключением нижнего века. Здесь я использовала на нем зеленый оттенок, но, опять же, если вы чувствуете себя некомфортно с таким оттенком, вам кажется, что макияж слишком яркий, либо у вас нет зеленых теней, либо вам они не нравятся, вы спокойно можете либо вообще не красить нижний век, либо заменить этот цвет просто на какой-нибудь бежевый, коричневый, что полностью создаст абсолютно нейтральный макияж, который подойдет, естественно, к любому цвету глаз, волос, одежды и прочим-прочим деталям. Я очень надеюсь, что это видео вам понравится, очень жду ваших комментариев по поводу его качества, а также очень жду ваших отзывов и комментариев по поводу того, чтобы вы еще хотели от меня увидеть, какой макияж, какую косметику разобрать, на что сделать, может быть, обзор, либо первое впечатление. Если вам это видео понравилось, пожалуйста, ставьте пальцы вверх, комментируйте, подписывайтесь. И, наконец, если вы хотите узнать, как я сделала этот макияж, то оставайтесь и смотрите дальше. Итак, друзья, всем еще раз привет. Как вы видели на превью, у меня достаточно яркий сегодня макияж глаз, поэтому начнем мы именно с него. Поэтому для начала я подготавливаю глаза к нанесению теней, то есть наношу базу под тени. В данном случае я воспользовалась Paint Pot от MAC в цвете Painterly. Технически это не база под тени, но многие, в том числе я, используют ее для этой цели. Если у вас кожа век очень жирная, все-таки этот продукт мне подойдет, и я советую купить конкретно базу под тени, которая была разработана как, собственно, база под тени. Далее я беру светлый бежевый цвет и подчеркиваю им орбитальную складку века. С помощью пушистой кисти для тушевки я наношу этот оттенок от внешнего до внутреннего уголка. Также совершаю, как вы видите, покручивающие движения. Это позволит нанести цвет не просто полумесяцем, а также сразу его растушевать, тем самым он будет нанесен дымкой. Далее я воспользуюсь тенями от фирмы Colourpop. Это такие яркие, явно золотые, прям желтого-золота цвета тени. Их я наношу пальцем, потому что особенно все металлические цвета этой фирмы лучше наносить пальцами. Далее я воспользуюсь более темным, но теплым оттенком коричневого. И с помощью сплюснутой кисти для тушевки я нанесу этот оттенок во внешний уголок, а также во внешнюю половину складки века. Это позволит сделать наш макияж немножко более глубоким и темным. Теперь я, как всегда, возвращаюсь с первой кистью, которую я использовала в самом начале. И прохожусь по всему рисунку тушевки, чтобы убедиться, что нет никаких четких линий. Теперь я беру еще более темный коричневый цвет и также затемняю им внешний уголок. И здесь уже только треть складки века. То есть, чем темнее я беру цвет, тем на меньшей площади я им действую. И обратите внимание, что тем меньше у меня кисточка, чтобы она не по всему пространству размазывала оттенок, а именно локально там, где мне это нужно. Далее я взяла черные тени и проштамповала их вдоль верхнего ресничного края. Вы можете нарисовать жидкой подводкой стрелку, например. Я же ограничилась лишь тем, что подвела реснички таким способом, тенями. Получилось, что они у меня были как будто бы более густые визуально, при этом эффект был очень мягкий, очень нежный. И далее я воспользовалась тушью и прокрасила пока только верхние ресницы. Давайте глаза пока оставим, а пока перейдем к макияжу лица. Сначала я сбрызнула лицо спреем от Lumine. Этот спрей просто немножечко увлажняет, подбадривает, так скажем, кожу перед нанесением макияжа. Далее я наношу матирующую базу от Evo Mosaic. Она реально хорошо матирует, поры не заполняет, так что обратите внимание, что этого она делать не будет. Но еще хочется обратить внимание, что она достаточно липкая, и кого-то это может оттолкнуть. Мне же, наоборот, это нравится, потому что из-за своей липкости на ней хорошо держится тональная основа. Дальше я персиковым корректором скорректирую свою зону под глазами. Наношу этот корректор только на сам синячок, вот на этот полукруг. Если у вас нет таких ярко выраженных синячков под глазами, как у меня, то вы спокойно этот шаг можете пропустить и перейти к следующему. Я же перебью синюю, чтобы консилер в дальнейшем лучше перекрыл мои недостатки. И также из подготовительных шагов я нанесу вот такой вот жидкий хайлайтер от Body Shop. Я про него забыла. Недавно начала им пользоваться и поняла, насколько сильно он мне нравился. Поняла, за что я его так сильно любила. Я наношу его смоченным в воде спонжем на выступающей части лица, то есть на скулы и немножечко над галочкой над верхней губой. Далее я наношу тональную основу от Rimmel. Ребята, я очень-очень хочу подчеркнуть, насколько это крутая тональная основа. Она стоит, мне кажется, рублей 400, но она просто офигительная. Никакая из тональных основ, по-моему, только Nars Share Glow сидит на носу без каких-то приколов, без каких-то подчеркиваний шелушений, без еще чего-то. Вот из масс-маркета реально только эта основа. Есть много разных, которые мне нравятся, но только эта лежит на носу как надо. Ну и на становленном лице тоже она лежит отлично. Очень рекомендую вам ее попробовать, чтобы уже минуту про нее распинаюсь, потому что она реально того стоит. Пойдемте дальше. Зону под глазами я туда нанесла сначала консилер от Urban Decay, который называется Naked. Он хорошо перекрывает, по текстуре такой достаточно легкий. И также я нанесла корректоры уже розового оттенка. Это просто поможет подсветить подглазную зону и выгодно ее подчеркнуть. Чтобы закрепить все кремовые текстуры, я воспользуюсь пудрой. Это хенитон от Maybelline. Не то чтобы моя самая любимая, но и совершенно неплохой продукт. Наношу не только под глазки, но и на все лицо, за исключением скул. На скулы снова наношу вот этот жидкий хайлайтер от Body Shop. Он очень нежного розового цвета. Нету крупных блесток в нем. Он прям вот такое классное свечение, продает коже. Если вы хотите деликатного сияния, то можете самостоятельно использовать этот продукт. И мне кажется, результат вам понравится. Мне вот прям очень нравится. Далее, чтобы завершить макияж глаз. Я воспользуюсь темными зелеными тенями, которые проштампую по нижнему веку вот таким образом. И далее возьму смесь более светлых зеленых цветов. Вы можете, конечно же, использовать задние тени, если вы найдете подходящий цвет, который вам нравится. И, собственно, растушую темно-зеленый оттенок, чтобы он не был линией на нижнем веке. И не забывайте, пожалуйста, что тушевка визуально увеличивает глаз, а не уменьшает, как многие думают. Поэтому старайтесь уходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое. Под бровь поставлю матовый блик, воспользуюсь белыми тенями, так как я очень светлая. Если у вас тон кожи темнее, то, конечно, вы можете воспользоваться, например, тенями цвета слоновой кости или какими-нибудь кремовыми. Вот таким образом наношу хайлайтер под бровь. Первое мое движение, оно прям под галочку, под бровью. И далее я уже цвет распределяю. Во внутренний уголок глаза я тоже ставлю блик, но уже с шиммерными тенями, так как мне нравится, когда там есть прям сияние. И по нижней вводной линии я нанесла зеленый карандаш от Maybelline. Он очень красивого зеленого цвета, очень тоже такой новогодний, напоминает цвет елочки. Вы можете воспользоваться абсолютно любым цветом, коричневым, черным, тем же зеленым, золотым, бронзовым. Будет очень красиво. Далее я нанесла на нижней реснице тушь. И так как вы видите, брови у меня, в принципе, перманентно пока покрашены, я ничего с ними делать не буду, кроме того, что просто зафиксирую волоски гелем для бровей от Пупа. Сверху хайлайтера жидкого мы нанесем и сухой хайлайтер. Это Marie Luminizer of the Balm. Мне кажется, он очень гармонично впишется в макияж, потому что он золотистого оттенка и как раз будет хорошо сочетаться со всеми остальными цветами. В качестве и бронзера, и скульптора я буду использовать сегодня Hoola Light от Benefit. Это достаточно новый продукт, который примерно полгода-год назад вышел на рынок. Он более светлый, чем Hoola, привычная нам в фиолетовой упаковочке. И у нее очень классный цвет у Hoola Light, потому что, как вы видите, я не только подчеркнула им скулы, но и забронзировала все лицо. То есть он годится для обеих целей. Далее на щечки я нанесла румяну от Artvisage, они очень пигментированы. Как вы видите, я их сейчас сижу растушевываю, так как цвет был супер насыщенным. Румяна крутые, цвет классный и написан будет внизу в описании к этому видео. И у нас остаются губы. Ну, я воспользовалась классическим красным цветом, и для того, чтобы аккуратненько его нанести, и чтобы он дольше продержался, я решила нанести сначала карандаш. У меня вот Chanel, тоже будет название написано внизу. Вы можете воспользоваться абсолютно любым карандашом. Не только Chanel хороший, в масс-маркете тоже полно классных карандашей для губ. И далее я нанесла одну из любимых помад. У меня это граничная серия от Rihanna, но в маке перманентный цвет. Есть такой же Ruby Woo, классический красный, который идет всем, матовый. Немножко сушит, но это можно терпеть. Очень советую, ребята. В общем-то, на этом наш образ готов. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем до встречи, всем пока!